2 ноября около 12 часов ночи в Чите по улице Гаюсана, 22, пьяный пенсионер Сергей Апарин, ранее судимый за угрозы убийством и нанесение травм, с балкона 4 этажа выбросил трехлетнего мальчика. Малыш оказался в этой квартире, можно сказать, случайно. Его мама трудится на двух работах. В этот вечер она попросила остаться с сыном своего знакомого, который, недолго думая, отвез ребенка к родителям. По словам подруги Апарин, их находившиеся в тот вечер в их квартире, выпивали они все вместе. Затем она пошла спать и услышала крики уже после произошедшего. Пролетев четыре этажа и ударившись о землю, малыш чудом остался жив. Его госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами и ушибами внутренних органов. Сергей Апарин свою вину сначала отрицал, однако собранных следователями доказательств хватило, чтобы восстановить картину произошедшего. В квартире были сняты отпечатки пальцев, допрошены все свидетели. «На вчерашний день он признал вину в инкриминируемом деянии. Следователем проведена очная ставка с его женой, которая дала показания, изобличающие вот этого мужчину». Жена Сергея Апарина, Галина Максимовна, инвалид. Итогом 42-летней семейной жизни, по ее словам, стала огромная боязнь пьяного агрессивного мужа. «На зиму переселяется, мне вот так вот, калошматит, я из комнаты вообще не выхожу. Он спит вот здесь вот, и вот все, вытрелась». Сергею Апарину было предъявлено обвинение, а 6 ноября суд принял решение на время следствия до 2 января 2014 года взять его под стражу. Находясь за решеткой, Апарин рассказал, что ничего не помнит, так как в тот вечер выпил полторы бутылки водки. К такой дозе его организм уже привык. «А как вы к спецнему относитесь?» «Да так, ничего, пока на даче жил, все нормально. А тут приехал, переехал домой, давай консервированием заниматься. Ну и каждый день украдкой бабушке бутылочку брал». Мама мальчика Евгения рассказала «Запмедиа.ру», что сейчас ее сын пришел в себя. Пока никаких операций делать ему не планируется. Эти дома сданы в эксплуатацию всего два года назад и выглядят совсем новыми, но это внешне. Внутри, так и некоторые 40-летние строения выглядят свежее. Больно уж рано, предназначенные для ветеранов квартиры в микрорайоне «Победа» в Чите стали покрываться трещинами. «Дом на болоте стоит, вот осадка, вот и трескаться, ну а крыльцо там отваливаться на улице-то не видали». Квартира 93-летнего ветерана покрыта трещинами. Одна из них рассекла стену насквозь. И увы, в микрорайоне он такой не один. «Плесень в квартирах, в углах сырость, линолеум порванный, то есть, ну такие вот мелочи, где-то сушилка там недокрашенная». Кто-то мерзнет в квартирах, у кого-то перед домом бежит канализация. Жалоб много и разных, и некоторые из них жильцам приходится решать самим. «По насчет плесени я звонила в нашу, в регион, в нашу компанию обслуживающую. В общем, пришли, акт составили, сказали, ну ничем помочь не можем, там идите куда-то дальше. То есть, мы сами все это зачистили и все». В компании «Тантал», которая и построила дома для ветеранов, на такие претензии лишь разводят руками. Дома построены качественно, квартиры теплые. Жалобы поступают редко, но фирма и их не оставляет без внимания и устраняет неполадки. «В любой квартире бывает, вы же знаете, перекрытие между плитами, то есть, какие-то паутинка появляется, то есть, это чисто усадочные трещины. Или по штукатурке, как бы, ну, это, его роли не оказывают. Это в любых квартирах бывает». Сергей Сальников говорит, что в связи с этим даже понять не может, откуда взялись эти жалобы. По словам работников фирмы, лучше бы молодежь вместо того, чтобы их штамповать, помогла ветеранам с ремонтом. Он там, конечно же, нужен, но всего лишь якобы косметический, уверяет строитель. Сегодня, 6 ноября, в музейном выставочном центре открылась уникальная фотовыставка. Песня холумбуевских степей и бесконечно прекрасная традиция. Авторы выставки – мастера из Поднебесной Ван Джи и Гоу Вэньчжун посвятили свои фотографии быту даурского, эвенкийского и монгольского народов. Работы действительно захватывают дух своей красотой. Хочется окунуться в ту атмосферу, которая остановлена щелчком фотоаппарата. Особенностью выставки является крупный формат фоторабот, более 80 произведений. Отметим, что выставка проводится в рамках празднования 75-летия высшего педагогического образования в Забайкальском крае.